Добрый день! Я вот хочу сказать какую пользу я использую. Это заводская помпа Миллэйковская. В свое время, это наверное 5 лет назад, я ее брал за 1650 долларов. Неплохая она. Сейчас я выключу ее. Эта помпа на 2 инча хорошая. Видите, вот там такие шестеренки, они друг в друга входят, шестеренки. Они как бы идут немножко на конус, но мед хорошо гонит. Густой, не густой, мед очень хорошо гонят. Вот посмотрите, там вот внимательно, как она работает. Помпа очень-очень простая. Вот она, ее серийный номер, какая она идет. Честно сказать, я ее еще ни раз не смазывал и никаких абсолютно проблем нету. То уже вот, вот это пятый сезон, я ее использую. Перекачивают мед без проблем, то я очень и очень доволен этой помпой. Самое главное, что не сильно дорого. Потому что есть помпы и 10 тысяч стоят, и 5 тысяч, и 6 тысяч, и 3 тысячи. Но мне вот этой помпы вполне хватает. Так что это моторчик, видите, небольшой. Не знаю, сколько лошадей. Вот его данные мотора. Ну, наверное, пару мадоинчайна. Китайский. Ну, самое главное, что работает. Вот появилась у нас первая вода в шапе. Так что нам уже легче стало. Водичка будет. Горячая, холодная. Хоть руки помыть. Весь и провели. Все нормально. Все четко. Доброе утро. Вот привез к селу с утречка пораньше. Вот кукуруза. Начали вот поливать кукурузу. Вот тут речка текет. Ну, ежевика уже почти отсвела. Но еще немножко-немножко есть цвету. Ну, здесь много вот осота вон. Очень много осота. Вчера вечером жарко было. Да, что-то и устал с позавчера. Что перевозили тоже пчел. Думаю, судечка сегодня хорошо. Вот тучки с утра. Нормально. Смотрите, сурепочка пошла. Такая мощная сурепка. Осота. Смотрите, сколько осота. Он еще только будет свести. То здесь видно, перепахали землю и пошло. Цветение заново пока выросло. То вон какие. Не знаю, как лианы или как или. Ну, я их на граммофончике называю. Они пыльцу дают. Бывает, и мед дают. Вон ежевичка. Неплохо. Еще есть кое-где цветет. Это мне место дал друг мой, Вася. Он сам тоже с Ванкувера. Неплохие места здесь. Надо будет приехать, пересмотреть. Это пришли пчелы с клюквы. То мы их еще не смотрели. Вот надо будет приехать, пересмотреть. И будет нормально. Привез сюда их 48 семей поставить. Но здесь я... Он мне дал только до осени поставить пчел. То есть здесь осенью. Заберем где-то после 20 сентября уже заберем. И будет нормально. Сурепочка тоже вот только-только начала. Ну, так. Даже пускай поддерживающий взяток будет. И чтоб шелка... Он уже начинает уже вылетать. Я их дымом и жидким сбрызнул, чтобы они это не сильно бушевали так. А то, когда их не брызгаешь дымом, они сильно выкучиваются. А так вот, посмотрите, на летках нет. Они все позаходили. То не хочет выходить. Запах дыма идет и они вон сидят, сидят. Аплодисменты. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...